Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про вот эти кроссовочки китайские Lening Fadean 3 Challenger. Естественно, это беговые кроссовки, и я купил их на свои деньги, никто мне их не прислал, поэтому все будет по-честному. Расскажу про плюсы, про минусы, как я их использовал, какие дистанции бегал, какие работы делал и вообще для кого они подходят. Расскажу со своей точки зрения бегуна-любителя. Давайте начнем с характеристик. Самое главное, что в этих кроссовках, конечно же, есть, это карбоновая пластина. Ее видно вот в этой выемке на подошве. Карбоновая пластина здесь не полноразмерная, она на три четверти кроссовка начинается вот примерно с этой части и до носка. Вторая, самая главная часть, наверное, в этих кроссовках это пена, то есть вот эта платформа, на которой они сделаны. И пена здесь, это материал на основе PEBA или PEBA-X, ну там разные характеристики бывают, но сам факт, что это на основе PEBA. И это не старая EVA, когда там многие кроссовки раньше делали на EVA, да. PEBA это более быстрый, упругий, скажем так, материал, более энергоемкий, не такой, правда, износостойкий, да. Но, тем не менее, его сейчас любят все, все бренды там топовые стараются делать свои самые быстрые кроссовки, да. Я там с карбоном в том числе использую именно этот материал, поэтому ленинг не исключение, я тоже использую эти штуки. Верх достаточно продуваемый и, я бы сказал, он чуть ли не прозрачный. Если вы видите мою руку на камеру, или вот видно, какая сеточка здесь с какими, скажем так, большими дырками, какая она и чистая, да. Это какой-то синтетический материал, все прекрасно продувается. Проблем в жаркую погоду, я думаю, быть абсолютно не должно и на стартах будет комфортно. Сверху нет никаких армирующих, укрепляющих или там поддерживающих нанесений, вставок и так далее. То есть верх абсолютно легкий, ну вот можно разве что сказать, что с боку, да, с внутренней стороны стопы есть вот такая пластиковая, ну можно это назвать лента, да. Она не особо поддерживает, но в принципе немножко, наверное, есть. Здесь тоже есть какие-то укрепляющие штуки, но опять же, они настолько тоненькие, что в принципе я бы не считал, что они вообще есть. Ну и естественно в мыске есть укрепление для того, чтобы вы там своими ногтями или чем-то таким не пробили, не сделали дырку. Вот, а так верх абсолютно легкий, ничего на нем больше нету. Язычок у кроссовка тоже достаточно тонкий, вот с такими небольшими вентиляционными отверстиями и сделан, возможно, из какой-то такой искусственной замши. Прекрасно облегает, никаких замечаний по язычку у меня нет. В пяточном стакане есть небольшое уплотнение и он не кажется прям таким гибким. Немножко можно вот видеть, что он сгибается, но в принципе там есть какая-то структура и минимальная поддержка в пяточном стакане тоже есть. Перепад средний от пятки плоску в районе 5-6 мм. Не могу сказать точно, потому что, к сожалению, нигде нет информации в цифрах, ни на официальных сайтах, ни на реселлерах, да. Но вот по ощущениям в районе 5-6 мм. Для чего я купил эти кроссовки и как использую? Ну, прежде всего из-за карбона и пены, конечно же, для стартов, для каких-то быстрых работ, там, темповых или интервальчиков. И я успел их уже проверить и по асфальту, пробежал недавно полумарафончик по 4.16, правда, но... А потом меня накрыла все равно жара, ну да ладно. Поделал работы по стадиону, по резиновому покрытию, поэтому есть чем поделиться плюсами и минусами. Давайте сначала про плюсы. И первый плюс, это, конечно же, скорость, которая в них ощущается, потому что, действительно, карбон в паре с этой пеной дают какой-то прикольный эффект отскока. И если вы стараетесь бежать быстро, ну, давайте так, что значит быстро? В моем понимании эти кроссовки больше подходят для темпа от 4.30, скажем так, и быстрее, да, там, 4.0, 3.30, наверное, даже около 3.0. Бегать в них достаточно комфортно, и чем быстрее вы бежите, тем лучше ощущается карбон, потому что ваш, как бы, шаг, да, смещается все ближе, скажем, вот так сюда, и в переднюю часть кроссовка. И вот в этом месте перекат, который есть, то есть карбоновая пластина и вот пена, хорошо ощущается этот толчок, когда вы быстрее начинаете перебирать ногами. Второй плюс, это то, что верх действительно проветриваемый, ну, то есть я еще раз хочу на это просто обратить внимание, и мне понравилось бегать в них в жару. Ноги хорошо проветриваются, ну, ты не чувствуешь какого-то прям перегрева, когда бежишь, особенно по раскаленному асфальту, летом. Но не все так гладко, есть и минусы, и первое, что мне не понравилось в этих кроссовках, это их ампортизация, она недостаточная, я считаю, и бежать в них 21, 10, 5 километров вполне себе комфортно, быстро. Но когда вы бежите что-то более длительное, и вам хочется немножко и там не на всю стопу понаступать, а может быть где-то из пятки, или вы устаете, то нога ваша, собственно, уже не получает никакого кайфа от этих кроссовок. Во-первых, не очень-то работает и карбон в этом случае, да, а во-вторых, здесь нет никакой стабилизации ни сверху, ни там в самих, ни в самой платформе. А пена достаточно упругая, и, ну, я бы не сказал, что жесткая, но точно не мягкая, и поэтому ваши ноги точно будут забиваться, если вы бежите что-то более длительное, чем 21 километр. Второй минус, возможно, немножко субъективный, но у меня не получилось добиться прям идеального прилегания верха кроссовка, возможно, это какая-то странная комбинация вот такого материала верха, шнурков и язычка, именно вот этой вот конструкции. Нужно очень много регулировать шнурков, чтобы нога сидела идеально, это долго бывает, и, в общем, нужно поиграться со шнурками, не все так легко и комфортно. Давайте подведем итоги. Leaning Fadeon 3 Challenger, это достаточно быстрые кроссовки китайского бренда Leaning, да, сейчас у нас особо не из чего повыбирать. Конечно, европейцы, американцы, еще какие-то бренды и возятся, но они теперь стоят конских денег, хочется найти что-то подешевле, у меня получилось урвать их за копейки, я считаю. Достались именно распродажи за 5400, вот, и, естественно, все разлетелись, все размеры ходовые кончились там за пару дней, поэтому ищите в крупных магазинах, ритейлерах. Для чего еще раз, да, для быстрых каких-то работ, для дистанции от 5 до 21 километра, и темп, я бы сказал, 4.30 и быстрее, да, там, до 3.0, в принципе, в них бегать комфортно, и чем быстрее вы бежите, тем лучше, тем лучше ощущается карбончик, и тем лучше работают эти кроссовки, когда вы бежите с передней части стопы, да, вот, как-то так. Ребят, если у вас есть Ленинг, поделитесь своим опытом, может быть, точно такие же челленджеры, или вы купили более премиальные карбоновые тапочки, у них есть, по-моему, Фейдиан Элит, Фейдиан Ультра, а может быть, у вас есть и Ленинги попроще, как вам вообще эти китайцы, да, в чем бегаете, что хотите попробовать, как вам? Все, всем пока!